Дитячие сады и школы, районный дом детячей творчества, школа мастерства, родильный дом. За 11 годов супрационинства Федерация профсоюзов Беларуси у Наравлянском районе оказывала допомогу разным организациям и конкретным людям. В минулом году 30 тысяч рублей на осмысление материально-технической базы отрымала центральная районная больница. За эти сроки тут не просто капитально одаромантовали детящее отделение, а ли изробили для маленьких пациентов гульнявый покой. Причем разом с садками набыли сюда телевизор и всю необходную мебель, плюс переобстолевали столовую. Ранее кажут, как дитя могло дотягнуться до ежи, на стул приходился класть по некольки подушек. Теперь столы отправляют взрослых пациентов и были проблемы стали неактуальными. До речи, эта помога профсоюзов подшеркнула инициативу батьков и медицинского персонала, которые так само унесли свой уклад у доброупорядкования детячего отделения. Нам помогают обычно родители, чьи дети находятся на лечении. Вот в столовой они там нам делали маленькие вот эти вот искусственные цветы, букеты, чтобы для украшения. Нам частично мы силами своих работников вот стены разрисовали, здесь еще не успели украсить. Это наши работники рисуют. Это уже традиция. Подчас у всех официальных мероприемств ускладаются кветки до помненько-селенным вёском. До Чарнобыльской катастрофы у Наравлянском районе проживало коля 28 тысяч человек. Зараз не мая от 12. Похованные теперь уже были населенные пункты и забороненные для наведывания земли. Трагеды, об какой нельга забывать, а не и жить только минулым. Так само нельга. На пыль на гэта можно лечить не выпадковым, от помненько-селенным вёском до новой дитяшой гульновой плясовки коля 50 метров. Симул трагеды Наравлянского района и симул ягоды роджения. Почас открытия гульновой плясовки, керавник Федерации профсоюзов обицае, уже у гэтом годе ее поширить и зробить не горш за те, что установлены у белорусской столицы. Жахары на руле кажуть, что дитяшая плясовка для города саправды необходная. Уресе, рухомые гульни на свежем поветре залог здоровьем. Тем больше, что на протягу опочных годов нарожальность у Наруле постоянно превышает середнеобластный покажчик. Наравлянский район Оуголь можно лечить прикладом по целым широку позиций. Старшиня Федерации профсоюзов Михаил Орда-Пиракананы, коллег объединясь намаганием офицейных уладов и громадских организаций, процесс одорожения потерпелых районов станет ещё больше эффективным. У нас видим, есть эти проблемы. Эти проблемы спокойно, но их надо преодолевать. И они обязательно преодолеются. Обязательно мы все эти вопросы решим. Но только тогда, когда мы будем вместе, когда мы будем друг другу помогать, когда мы будем плечо подставлять и когда спокойно будем решать эти вопросы. Вот тогда, безусловно, у нас всё получится, всё будет хорошо. У Наруле не утойвать, у экономицы региона есть проблемы, связанные, например, со скорочением объёма будовнейших работ. Разом с этим, по вынекам первого квартала этого года, означенный рост в творчестве на 8%, а на местовых промысловых предприемствах это пока что у вогули удвоя больше. Да помогать необходимо тем, кто и сам працует. У Федерации профсоюзов Беларуси кажутся, ждание знакомиться с планами местового керавництва и выпрасывать стратегию суместных деяний по развитию района. Мы работаем на то, чтобы успешно развивались и государственный сектор экономики, и частные, малые и большие предприятия. И у нас каждый год создаётся по 2-3-5 предприятий малых, которые работают и занимают людей. И в этом году и нам прогнозным заданием доведено создание таких предприятий в производственной сфере. И мы видим, что надо искать. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадиокомпания «Гомель» с Наруле.